Здравствуйте, я директор общества Умные Кубики, автор моих вычисленных Лего СтопМоушенов, которые вы можете найти на этом канале. Но я сейчас не об этом. Сейчас начинается шоу различных интересностей с Михаилом Новоселовым. Здесь вы узнаете об различных игрушках, сможете увидеть обзоры разных подметов, узнаете много полезного показателя Мэнджик и конструктором Лего. И наша сегодняшняя тема – это карточка Тизерет Искатель. А вернее, причина ее очень странная наценка. Все знают, то есть все, кто любит Мэнджик, знают, что существует такой сет, как Сулки Олган. Тизерет является именно к нему. И, что удивительно, Еблейза – самая дорогая карточка, даже среди благословокеров. Хотя способности у него гораздо хуже, чем у многих других. Например, первая способность – развернить не более двух целевых агрессивактов – абсолютно бесполезна, если Тизерет положит не в мастерство Эспера. Вторая способность – тоже бесполезна, потому что только в Эспере есть сильные агрессивактные существа. Ну и в выпусках «Осада Миродина» и «Шарамы Миродина». В этих выпусках Тизерет действительно полезна. И последняя способность – тоже полезная, делать артефакты под контролем артефактными существами 5.5 до конца хода. Это единственная сильная способность, потому что почти в любой колоде, например, даже в Белгородцевой Бенте, есть такие артефакты. Для примера и доказательства того, что в колоде Белгородцевой Бенте есть артефакты, я сейчас покажу вам капсулы-рассеиватели. Они имеются и в Гриксисе. И к тому же, самое лучшее, что многочисленные обелиски тоже являются артефактами. Но сейчас идет речь об неожиданной наценке Тизерета. Ведь Элспид, Сырганволь и носящая Джани гораздо сильнее, чем Тизерет. Но Тизерет их обскакивает. На 100 рублей. А то и на 200. Если, конечно, сравнивать Тизерету с самостоящим от Джани. Почему же причина такой наценки? А, в общем... Точнее, это не точная... Не-не, а догадка. В выпуске «Осада Мир Родина» вышла новая версия Тизерета. Тизерет Агент Баласа. Он вышел через три года после выхода «Осколков Алары». А судя по русским мерцкам... А «Сада Мир Родина» была гораздо популярнее, чем «Осколки Алары» и к тому же вышла позже. И новички заинтересовались, почему Тизерет сразу стал Эгентом Баласа. И где его обычная версия? А когда узнали про существование этой карты, на неё повысился спрос. Следовательно, и повысилась цена. Но, разумеется, Тизерет не идёт ни в какое сравнение с... Такой карточкой, как Джейс Скульпт Рассознание, Которая приподходит Тизерету по стоимости в восемь раз. И всего лишь по одной причине. Эта карточка запрещена. Но Тизерет не изобречён. Может быть, есть ещё одно преимущество у Тизерета. Ративактных существ не так много. А Тизерет даёт преимущество на добровление мумий. Так что, скорее всего, покупать только бустеров, чтобы иметь множество артивактных существ, могут позволить только богачи. И, следовательно, именно богачу Тизерет и подходит. Поэтому он и дороже всех карт в осколках Алары. Но даже Тизерет не успел, а точнее не смог, занять первое место в блоке Алары. Первое место занимает Никол Балас. И в завершение нашего выпуска не хотелось бы сказать шкалу цены Балансоукеров в осколках Алары. На первом месте стоит Тизерет, 500 рублей. На втором месте стоит Элспид, 440 рублей. На третьем Сарханволь, 370 рублей. И на последнем Мстящая Джани, 240 рублей. Поскольку Сарханволь и Мстящая Джани у меня нет, я продемонстрирую вам только двух Палансоукеров, о которых только что говорил. Это Тизерет и Сарханволь и Элспид в рыцаре страннице, которые тоже переиздавали. Хотя птикорты переиздавали из-за слугу Алары. Балансоукеров, разумеется. Подождите минутку. Похоже, Элспид где-то потерялась. Элспид сверху лежал. Элспид сверху лежал. Итак, вы можете рассмотреть эти две карточки. Элспид и Тизерет Искатель. С вами был Михаил Новоселов, директор компании ООО «Умные кубики». До свидания. В следующем выпуске мы поговорим о том, как сделать качественный Лего-домик. До свидания. До свидания.